да мария слушает нет не маша а мария фамилия записывайте искусница через и да нет какие шутки именно мария именно искусница могу паспорт предъявить а мастера и мастерицы мастера и мастерицы мастера и мастерицы есть повсюду среди нас сегодня мы познакомимся с семеновской деревянной игрушкой и и еще называют топорной или топорщины это название связано со способом ее изготовления мастера из окрестностей города семенова нижегородской губернии не вырезали игрушку из дерева как это например делали во владимире или сергиевом посаде а собирали ее из дощечек заготовок нарубленных топором так и топорная работа может быть настоящим искусством а когда дело касается искусства то разобраться в нем может только мария искусница помогать мне сегодня будут руководитель студии самоделкин павел евгеньевич козлов и его ученики только вот что то они запаздывают здравствуй марюшка здрасте я ожидал что ты раньше нас придет и вам и желаю здравствуйте как же я могла раньше не прийти ведь такое дело серьезное предстоит я тут уже все приготовила вот ну ты немножко поспешил это нам сегодня пригодится а что же нам тогда понадобится в первую очередь терпение ну павел евгеньевич с чего мы начнем начнем учиться запивать гвозди да это же все умеют делать ну вот тебе деревяшечка вот тебе гвозди вот тебе молоток и покажи ну как говорила моя бабушка тоже кстати говоря мария искусница первый блин всегда комом что-то не выходит ну что будем учиться видимо придется вначале отметим где будет гвозди да потом берем шиво на этом месте намечаем вот видишь как держим вот на месте берем гвозди устанавливаем ну ты у нас левша значит устанавливаем правой рукой и нежными ударами набиваем гвозди смотрим чтобы он стоял как он стоит когда он ровно чуть-чуть подряд потом убираем руку подальше чтобы не ударить по молотку и сильно забиваем гвозди от качества забития гвозди зависит и качество игрушки и ее подвижность у нас игрушки все живые поэтому дети в них играют мчится красная машина будто красная стрела расточает звук тревожный обгоняя всех летит дайте дайте если можно мне свободного пути дети женщины мужчины в общем все и мал и стар уступают путь машине чтоб успела на пожар ох уж и нелегко это дело гвозди забивать что мы теперь делать будем а теперь я объясню и будем делать машину вначале заготавливаем частью водовоза двигатель кабина это бочка горлышко от бочки четыре колеса и самое главное основание затем прибиваем к основанию двигатель на один гвозди на два гвоздика прибиваем нашу кабину потом прибиваем бочку на два гвоздика потом на гвоздик прибиваем наше горлышко но там небольшой хитрость гвозди надо откусить и потом в конце забиваем четыре колеса а где мы возьмем все эти детали из какого они должны быть дерева ну основные заготовки у нас они есть только надо немного поработать пилой и шкуркой дерево дерево должно быть хорошо высушено но не пересушено лучше всего для изготовления игрушек использовать детали старой мебели а давай я тебе помогу давай миша скажи пожалуйста а в вашу студию девочек принимают? принимают только немногие с деревом могут справиться но это мы еще посмотрим кто как с деревом умеет работать давай с тобой вот поспорим кто из нас двоих лучше сделает машинку ну так получится нечестно ты первый раз с деревом работаешь а я целый год да как то я об этом не подумала слушай а какие вообще ты игрушки умеешь делать? разные вот недавно вот мы с ребятами собрали целый поезд ехал поезд через мост вез вагонов целый хвост по путям и шпалам а не где попало вот вагон с моим дружком вот вагон с моим мешком вот вагон с тележкой вырезай не мешкай послушайте у вас пила какая-то неправильная мне кажется она сломалась она не пилит вообще пила у нас не сломан она правильная зубов на ней много они все острые просто надо немного сноровать и все получится указать пиле указательным пальцем что ей делится встать как боксера на ринге и спокойно пили вот поняла так сейчас попробуем значит укажите вот здесь? да ура! у меня получилось молодец Марьяночка ты способна учениться ну а теперь отпиливай дальше остальные заготовочки таки таки хорошо, поняла пан Евгеньевич, ну вроде бы я все сделала теперь мне их нужно зачистить, да? да, правильно, вот тебе шкурка, давай зачистим спасибо ребята вы мне может пока поможете вот смотрите у меня тут колесико вольна у меня у меня у меня PhD а у меня немного куда он у тебя полетел? Деревянный самолет приглашает вас в полет Набирает высоту Далеко всех отвезу Но раздался вдруг сигнал Центр воздух вызывал Объявляет всем пилот Наш закончился полет Еще моя прапрабабушка Мария Искусница говорила Дело время, а потехе час Павел Евгеньевич, ну вот теперь Когда все детали готовы Мне точно понадобится молоток и гвозди Нет, но ты же хочешь раскрасить Модель, чтобы она была красивой Поэтому вначале раскрасим А чем мы будем раскрашивать? Будем раскрашивать красками А не линовыми Но можно фломастерами с маркером Ну давайте Так, ну вот вроде бы все готово Миш, вот я думаю, теперь мне точно понадобится молоток и гвоздик А вот и нет Тебе нужен будет клей Клей? Клей, Павел Евгеньевич, зачем же клей-то нужен? Правильно он нужен для того, чтобы у нас Когда будем прибивать гвоздиками Не сдвигались заготовочки Мы вначале подклеиваем, потом прибиваем гвоздиком И она так не сдвигается? Да, она не сдвигается Понятно А для того, чтобы определить, приклеилась она или нет Вот мы ее притираем плотно Притираем Чтобы проверить прочность склеивания Нужно перевернуть деталь Если она не падает, можно прибивать Ну, все понятно Так Тут прижимы от плотно Плотно А теперь трещина Вот, приклеилась Ну, вот теперь, наверное, нужен молоток и гвоздик Да Теперь приступаем к самому ответственному моменту сборки Пожалуйста, тебе сила Вот тебе молоток Вот тебе гвоздик Павел Евгеньевич, а что, колесики мы тоже приклеивать будем? Нет, мы их будем прибивать Но для этого я тебе обещал, что я тебе расскажу одно фитрик Для этого мы берем шило Отмечаем цену Вот у нас как-то Теперь Прививаем гвоздик Теперь мы его вынимаем Берем дрельку Сейчас колесо закручивается Значит, она просверлилась А для чего нужно было просверливать дырочку в колесике? Обычно в этом я справка у детей Для чего мне это делать? Отверстие в колесе по размеру должно быть чуть больше диаметра забиваемого гвоздя Тогда колесико будет двигаться очень легко Ребят, посмотрите, как вам моя машинка? Хорошая Супер Неплохо Класс А как вам моя машинка? Ну что, Мариюшка? Хорошая машина у тебя получилась Молодец Спасибо Работа с деревом дает практические навыки использования инструментов Также она развивает сенсомоторику, координацию движения руки и глаза Но самое главное, она учит размышлять Время нашей программы подошло к концу До новых встреч, ребята! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...